Это сейчас Альберт на своем дачном участке наслаждается свободой. А ведь еще несколько дней назад он был в обсервации. Во время начала пандемии он находился в Дубае по делам. Границы закрыли и вынужденная самоизоляция в Арабских Эмиратах продлилась два с половиной месяца. Вылететь в Россию ему удалось за 20 тысяч рублей на вывозном рейсе, который организовало Министерство иностранных дел. МИД согласовывалось с авиаперевозчиком. Авиаперевозчик это был либо Победа, либо Уральская авиалиния, либо Аэрофлот. За нами 22 мая, по идее, должен был самолет подъехать в Эмирейт и отправить. В итоге они там пересогласовали и Аэрофлот прилетел. Самолет прибыл в Москву и Альберт думал, что скоро он будет дома, но приключения продолжились. За нами уже, получается, никто не приехал, и нас просто-напросто под конвоем полицейским повезли за 100 километров от аэропорта Шереметьево в лес. Он якобы считается санаторием, а на самом деле мы были в 500 метрах приблизительно в лесу от самого санатория. То есть отдельный корпус пятиэтажный, и всех нас туда разместили. Как только зашли мы в комнату, за нами дверь закрылась на ключ, и все, без возможности выйти на улицу. Из окна жилого корпуса, где Альберт находился в обсервации, он видел, как за другими пассажирами вывозных рейсов приезжали представители городов. И парень решил, что пора бы и ему отправиться в сторону Нижнекамска. Но это оказалось непросто. И когда уже обзвонив все, и получив ответ, что мы за вами не приедем, сидите там, сидя просто-напросто за чашкой чая, решил позвонить в Нижнекамск, написать сообщение в нашу мэрию. И они, к нашему удивлению, ответили очень даже хорошо, сказали, не переживайте, что-нибудь придумаем. Люди, отправившие автобус за Альбертом в Москву, сказали, что своих не бросают. Вот и парень решил, что поможет другим добраться до дома. Нижнекамский автобус вывез из обсервации еще 10 человек, которые проживают в Казани и в соседних регионах. Александр Комаров, Фахри Исламов, Новости НТР. Александр Комаров, Фахри Исламов, Новости НТР.